Радио Свобода Беларусь продолжает публиковать актуальные и интересные ролики на своем канале. Не пропустите, Белый Легион как самый позорный фейк года со стороны властей. Коровы в грязи, а значит больные животные и плохое молоко, которое пьешь ты. И конечно, обсуждение с экспертами самых значимых для Беларуси событий. Радио Свобода Беларусь, ссылка в описании. Новости в России В колхозе, когда я был, брат старший работал, я попробовал органическое удобрение вносить. Это непростая операция, но я с этого начинал. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Лукашенко рассказал о своей мечте наладить в Беларуси производство электромобилей. И заодно поделился впечатлениями от теста электрокара Тесла. Тесла, там бешеная скорость, но большой расход сразу. Можно любой скорость ехать. Я на нем, честно признаюсь, по кольцевой дороге проехал со скоростью 280 км. Км в час и испугался, что, думаю, он может взлететь. Самолет взлетает и садится на такой скорости. Очень хороший автомобиль. Тут и сказки. Конец. А кто слушал, молодец. А если кто-то даже поверил, то, увы, вынужден вас разочаровать. Как оказалось, Лукашенко слегка лукавит. Тесла модель S в топовой комплектации P100D, на которой он прокатился, имеет максимальную скорость лишь в 250 км в час. Так что, похоже, этот человек подчинил себе не только юридические законы, но и законы физики на территории Беларуси. Ведь заявленное главой государства 280 км в час на ней можно развить, пожалуй, лишь только во сне. И то не в Беларуси. Максимальное ограничение скорости у нас, как известно, 120 км в час. Но это так, и для простых смертных. Однажды Александр Лукашенко сказал, белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Как ни странно, ошибся он лишь в одном, насчет недолго. Шли года, народ становился то народцем, то населением, но все не было цели конкретной у белорусов. И вот, наконец, она нашлась. Европейские игры, которые пройдут в 2019 году в Минске. Это будут лучшие Олимпийские, Европейские игры. Будут лучшие потому, что этой Олимпиадой будет жить весь белорусский народ. Это не будет локальное мероприятие. Это весь белорусский народ. И наши соседи, крупнейшие наши соседи, Россия, Украина, Польша, страны Балтии, Центральной Европы, вашей Родины. Все они будут знать, что здесь Олимпиада, для них будут открыты все двери. И вот, как-то сразу стало легко на душе. Вернулся былой боевой дух. Вновь появился смысл жизни. Это же ведь Европейские игры. Плевать на то, что внешний госдолг с начала года вырос почти на 3 миллиарда долларов. Плевать, что эти долги будут отдавать внуки. Плевать на то, что в регионах люди не живут, а выживают. Да и плевать, что Беларусь уже на третьем месте в рейтинге самых бедных стран Европы. Это ведь как раз Европейские игры. Если доживем до них, проведем на самом высоком уровне. А потом только ими и будем жить. Деньги на больницы, школы и сады или на Евроигры на самом высоком уровне? Ответ очевиден. Мы сделаем это, как и свойственно Беларуси, очень душевно. И сделаем это открыто. Тем временем в Минской клинике номер 9 больные лечатся в коридорах ФАЕ. Снимки правозащитников наглядно демонстрирует государство для народа в действии. Что интересно, 9 больница считается одной из лучших не только в Минске, но и в целом по стране. Поэтому столько желающих. В то же время практически завершилось строительство новой президентской клиники для чиновников за 100 миллионов евро. Она расположена в Сосновом Бару рядом с водохранилищем Дрозды в деревне Ждановичи. Впрочем, лечиться там смогут не только чиновники, но и обычные граждане. Для последних услуги предоставят платно. Но вряд ли для того, чтобы очередей не было. Хорошие новости. Лукашенко подписал декрет, который устанавливает запрет на повышение налоговых ставок, а также на введение новых налогов, сборов и пошлин до 2020 года. Этот же документ, по мнению властей, предусматривает либерализацию ведения бизнеса, сокращение количества необходимых документов для ведения своего дела, устранение административных барьеров. При этом, как отмечается, сохранится минимально необходимый уровень контроля со стороны государства. Регион Регион уже был усудимый. Регион Не открывайте двери милиции. Празднование дня рождения подростка с отцом и друзьями закончилось задержаниями и переломами. Отец 15-летнего именинника Дмитрий Галко уверен, что в квартиру правоохранительные органы зашли незаконно, а их непрофессиональные действия стали причиной того, что некоторые из гостей оказались в больнице с переломами ноги и позвоночника. Дмитрий не скрывает, сам в тот вечер пил шампанское, а дети вино. У милиции же другая версия. Отец с сыном напали на сотрудника правоохранительных органов. Проводится проверка. Подробности истории на сайте Тутбай по ссылке в описании. В Полоцке произошел конфликт между матерью самоубийцей и участковым. Такую информацию распространила группа Твой Полоцк ВКонтакте. Подробности истории вымогательства, из-за которой пришлось обратиться в милицию, запутанные, не столь важны, но они будут в описании к ролику. Гораздо нагляднее же работа местного участкового, который всеми силами старался разрешить конфликт, запрещал видеосъемку и угрожал протоколами. Значит так, Елена Валентинова. Значит, если сегодня или завтра еще подобные действия будут, это вам, говорю, конечно. А подобные это какие? Ну, типа сегодняшних скандалов. А подобные это какие? Объясните, скандалы это какой скандал? Вот, то, что вы там устроили в отношении этой подруги вашей матери. Кто видел? Все видели. Кто видел все? Вы хотите увидеть, вы просто не окажетесь на похоронах сына. Я окажусь на похоронах сына. Вы понимаете, вы не окажетесь. Я еще и говорю. Сейчас приезжает группа, работает группа. Теперь слушайте меня. Значит, если информация не подтверждается, значит, по вашему написанному заявлению я вам объясняю вашу ситуацию. Я вам должен сидеть. Да вас, значит, возбуждают уголовное дело. Хорошо. Не вопрос. А теперь я еду в ПВД, с вами мне больше разговаривать не о чем. Нет, нет, подождите. Нет, не будем вас ждать. Я не задержанный. И ждать и вас будет. Я вас с вами сейчас задержу. Пишите, основание задержанное. Я сейчас протокол у вас оставлю. Составляем основание. Значит, присядьте, пожалуйста. Я еще раз говорю, присядьте, пожалуйста. Я посмотрела, как вы работаете. Я говорю, присядьте, пожалуйста. Я еще раз говорю, я посмотрела, как вы работаете. Присядьте, пожалуйста. Болос, голос пониже. Вы сами базар, все попроще делать. Я дам гражданку задерживаю за мелких хулиганств. Она едет в отдел. Вы адвокат ее? 17.3 стадия. А, нет, 17 стадия. Мелких хулиганств. Совершенно верно. Выражение общественного места нецензурной бранили. Какая нецензурная бранили? Уважаем, я хочу вам объяснять или что вы нецензурная бранили. Покиньте, пожалуйста, помещение. Покиньте, пожалуйста, помещение. Покиньте помещение, еще раз вам говорю. Нецензурная бранили, скажите, вы надо. Уважаем! Мокиньте помещение. Не надо, просто покиньте посидание, не выталкивайте. Покиньте, пожалуйста, помещение. Я за непоминовение у вас сейчас составлю, у вас тоже протокол. Тоже самое, присеяйте, пожалуйста. Присеяйте, пожалуйста. Пожалуйста, присядьте. На каком основании вы меня вообще другое? На каком основании? За административное прорушение задержанную бранили, присядьте вы туда, пожалуйста. Я не буду присяд latith. Присядьте, пожалуйста, туда, на стуле. Присядьте, пожалуйста, я еще раз говорю, в отношении вас сейчас буду применять физическую силу. Серьезно. Я в отношении вашего буду, я без основания буду применять. Присядьте, пожалуйста. Вы что, здесь царь? Да. Присядьте, пожалуйста, на сиденье. Присядьте, пожалуйста. Вы что себя вообще позволяет? Присядьте, пожалуйста. Присядьте, хорошо. Вот такая вот у нас милиция, товарищи, друзья. Запись выключите, пожалуйста. Нет. Вы запись выключите? Это улика, это улика. Я вам еще раз говорю. Вам не будет возвращать. Запрещена. Вы меня незаконно держите? Вот. В закрытой комнате, смотрите. Уже 10 человек, смотрите. Уважаемые, все содержимое на стол выложите. Выложите все. Вы не видите права. Это содержимое улик, вы это понимаете? Все содержимое выложите на стол. Вы приложите. Душу, душу, душу. Не срогайте мне ребенка. Вы нормальный человек, что вы делаете? Не срогайте мне ребенка. Пьяный и вооруженный молодой человек в общественном транспорте. Такую картину увидела перед собой 25 ноября жительница Минска Ксения Голубович. Очень пьяный молодой человек, в штатской куртке расстегнутой, зашел, шатался. Оказалось, что под курткой у него форма милиции. Ну, нашивка, все как положено. Мы хотели его даже сфотографировать, но решили, что не стоит. Ну, агрессивный, мало ли, пьяный человек. А потом мы поворачиваемся. Он достал табельное оружие, еще передернул кобуру, ну, как перезарядил, не знаю, направив куда-то, где люди сидят. Вот. И, слава богу, была остановка, потому что мы очень перепугались. Сразу выскочили, конечно. По словам Ксении, ее друг сразу позвонил в милицию и сообщил о произошедшем. Но с официальным заявлением минская милиция выступила лишь на четвертый день после случившегося. Статья на сайте ГУВД была больше похожа на попытку оправдаться, нежели внести каплю объективности. 27 ноября деструктивными СМИ была предпринята попытка распространить в сети интернет видеоролик. Проведенная в ГУВД Мингородсполкома проверка показала, что эта информация не соответствует действительности, направлена исключительно на дискредитацию органов внутренних дел. Свои слова милиция подкрепила странной видеозаписью фрагмента опроса Ксении с непонятными монтажными склейками на основных моментах. Форма чего-то, знаете, есть такая вязка и форма именно свитера, которую носят сотрудники каких-то разных вен. Ты же не стоишь об этом субботу вечером и не размышляешь долго. А где бы это просто опечатывается реакция? Сотрудники ГУВД милиции вы видели такую похожую форму на мундирование? Ну, видимо, нет. Просто естественно, когда ты видишь надписи, ассоциации такие. Так Рьяна, стараясь защитить честь мундира, милиционеры запутались даже в своей версии. На сайте было написано, позвонивший по телефону 102 молодой человек пояснил, что опасный мужчина был одет в гражданскую одежду, джинсы и синюю куртку, под которой была майка с какой-то надписью. При этом чуть выше есть запись этого заявления. И там фигурирует не какая-то надпись, а надпись конкретная – милиция. Иногда, как говорится, лучше жевать. Молодой человек, лет 20-22, в такой спортивной мастерке синий, под ней рубашка с надписью «Полиция», доставал пистолет, передергивал затвор и делся немножко неадекватно. Впрочем, виновника инцидента так и не нашли. А в Ельске после задержания милиции госпитализировали чернобыльского ликвидатора инвалида второй группы. Василий Силиверст ехал на велосипеде по проезжей части из-за отсутствия тротуара. По его словам, старший лейтенант Онищенко подрезал его на милицейской машине, после чего схватил за рукав, повалил, душил и пытался задержать. Василий предполагает, что таким образом его преследуют за жалобы на бездействие милиции. Бесправие в культурной столице. Свою шокирующую историю витебскому курьеру рассказал отец двух дочерей. По словам Сергея, его жена Наталья возвращалась домой с подругой и зашла в автобус с мороженым. Водитель начал кричать о том, чтобы 40-летняя женщина немедленно покинула салон транспортного средства, мол, загадит. Тогда жена Сергея спрятала мороженое в сумку и продолжила путь, а перед выходом из автобуса решила узнать фамилию водителя. В ответ тот вызвал милицию. По приезду сотрудники милиции начали расспрашивать участников конфликта. Наталья предложила для начала выбросить в урну растаявшее мороженое из сумки. По возвращении в автобус она увидела такую картину. Сидит участковый и диктует водителю. В состоянии алкогольного опьянения ругались матом, дебоширили, препятствовали движению автобуса. На этом моменте Сергей отмечает, что его жена, ростом метр пятьдесят четыре, весом сорок семь килограмм, ну никак не могла препятствовать движению автобуса. После этого жену Сергея и ее напарницу-пенсионерку с применением силы доставили в отделение милиции. Там их обвинили в неповиновении и хулиганстве. Я дам гражданку задержу за несколько хулиганцев. Затем повезли на освидетельствование. В два часа ночи подруг просто выпустили из РУВД на улицу, мол, иди жалуйся куда хочешь. В восемь утра Наталья с мужем уже была в прокуратуре. Сейчас дело супружеской пары находится на разбирательстве в МВД. Сергей и Наталья ищут свидетелей произошедшего на остановке вокзал в Витебском автобусе номер 35 около 21 часа 17 октября. Это удар от всех системы. Новости одной строкой. Лукашенко не поехал на саммит Восточного партнерства в Брюссель, потому что у него на это время еще год назад была запланирована поездка в Будокошелевский район Гомельской области. В Витебске женщина на глазах у дочерей выбросила собаку с восьмого этажа. Преступная схема в сфере ЖКХ раскрыта, возбуждено более 50 уголовных дел. Менчанка назвала бывшего мужа чмом и доказала в суде, что это не оскорбление. Минскому студенту грозит до двух лет тюрьмы за удаление чужой страницы ВКонтакте. Белорусская федерация гандбола на два года приостановила помощь детским школам в связи с проведением Евроигр. Менчанин простоял на столбе 14 часов и выиграл 50 тысяч долларов. 24-летний тренер по волейболу намерена расписаться с 14-летней жительницей агрогородка Люсина, которая от него забеременела. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все как обычно. Эй, хороших вам новостей. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok